Всем привет! Сегодня снова с вами Басон. Сегодня мы продолжим говорить об игре Prime World Defenders. Сегодня я расскажу о врагах. Так, давайте познакомимся с врагами. Врагов, в принципе, не так уж и много, но единственное, различие это их уровни. То есть, они отличаются внешне, только цветом, одеждой, кожей и всего остального. Как видите, у нас есть три уровня кобальда, рудокоп, саботажник. Он первый враг, который вам встретится в игре. Он не сильный, у него достаточно большая скорость, но не самая максимальная в игре. Здоровья у него тоже мало. В принципе, он легко убирается любыми башнями. В начале игры спокойно башнями со стрелами набирается и никаких проблем не составляет. И при этом эти кобальды вылазят из вот таких катапульт, вот, не кочей не катапульт, а броневозов, боевых повозок. При этом, видите как, рудокоп, саботажник и воин. В соответствии, какой цвет идет и уровень. Дело в том, что данные юниты являются первыми в игре доступными. Их вылазит из этих повозок по три штуки в случае разбивания повозки. Поэтому нужно быть внимательным. Потому что можно разбить достаточно много повозок, и появится много кобальдов. Их тоже нужно накрыть и всех успеть, прежде чем они дальше пройдут. Потому что сама повозка приносит три единицы урона. Дальше идут древесные сатиры. У них здоровье побольше, скорость, правда, поменьше. Но тоже особых проблем они не составляют. Они убиваются, в принципе, тоже тем же стандартными башнями. Только в более высокий уровень появляются потолще и более проблемнее. Но особых проблем в дальнейшем, в прохождении игры, они уже не будут составлять после появления новых башен. Дальше идут зубастики. Это юниты, которые имеют очень большую скорость передвижения. Как видите, у них скорость очень большая, но здоровья у них мало. И второй и третий уровень имеют бонус к скорости на 3 секунды на 20%, если по ним пройдет урон. Их достаточно быстро надо убивать, иначе они могут выйти из зоны доступа башен. Их можно, в принципе, если идут с другими юнитами, убивать ауешками, зацеплять и валить, если башен много. Или какими-нибудь типичными разовыми башнями, которые носят достаточно урон, чтобы убить сразу одного зубастика. Но, в принципе, единственная их проблема, это только скорость. А так они по здоровью очень маленькие. Дальше гарпии. Гарпию, как видите, только тоже увеличивается здоровье. Они являются летающими войсками, поэтому для их уничтожения нужны именно башни, которые бьют по воздуху, либо можно, которые земля в воздух, но у них штраф, вот, например, вот этих башен, так же, как и у этих. Но вот птицестрел он достаточно эффективно убивает после прокачки, особенно быстро. Если не справляетесь, можно использовать ту же башню молнии. Она не имеет штрафа по воздушным. Но цепь уменьшается с каждым следующим пораженным юнитом. Но это, в принципе, не особо важно, учитывая, что если, скажем, гарпия выходит, надо все равно всех поражать, и пофиг, кого она будет пить воздушные, наземные цели. Если не справляетесь, то можно вот ядовитые использовать, которые будут, если идут много пачками, то вот можно и эти использовать в башне. Но я, как правило, использую птицестрел. Дальше идут страшилы. Они идут не по одному, а по несколько. То есть не один юнит за раз, а несколько, там, по два, по-моему, или три юнита выходит сразу. Там проблема состоит в том, что их очень много, и башни успевают, одиночные, которые бьющиеся, сосредоточиться, переключать огонь. Они успевают. Для их уничтожения уже используются такие вот огненные башни, там мортиры, которые АОЕ кроет сразу по площади, не может их много завалить. Вот этот башня Монни тоже достаточно эффективно всех убивает. Будет эффективно любые, которые АОЕ шут башни именно, либо вот, которые направленно бьют по площади. Вот, например, вот эти башни, башни дракона. Но вначале все равно эффективно используются огненные башни. В дальнейшем, если они будут проходить, и будет более толстым, нужно более высокий уровень башни. Дальше, Боровик, тоже три уровня. Это медленный юнит, но у него достаточно много здоровья, поэтому нужно брать более сильные башни, чтобы они могли сконцентрировать урон на одном из юнитов. Идут их обычно не так уж и много, но они достаточно толстые, поэтому приходится поднатужиться, чтобы их прибить. Проблема состоит и в том, что мелких юнитов тоже бывает много, идут вместе с ними, и они в куче мешаются, и не позволяют башням валить этих монстров. Так что, если у вас есть достаточно мощные башни, которые бьют АОЕ, то будет эффективно ими валить мелких, и плюс попутно цеплять этих больших юнитов. Такая из них Мортира, к примеру, или та же самая башня Молнии. Дальше идут у нас юниты Големы. Они получают уровень от магии больше, чем от башни, поэтому можно эффективно использовать и магию против них. Голем толще, чем тот же Боровик, но их идет меньше, чем Боровиков, но хоть они медленные, но они достаточно жирные, их приходится очень долго мурыжить и убивать. Поэтому так что очень сильные башни, то есть башни нужно прокачивать, в первую очередь, и нужно рассчитывать, чтобы можно было их достаточно проклинать тем же башнями, травить можно, но трава особо много не снимет, она не действует на них сильно. Дальше идут повозки, три уровня, как я и говорил, из них вылазят кобальты после разрушения, так что не нужно думать, что повозку убил и все, закончилось, а нужно будет еще развалить целую кучу кобальтов, которые будут внутри. Ну, они, в принципе, здоровья много, но они все равно достаточно быстро убиваются тоже. Проблема именно составляет кобальты, которые потом будут вылазить, сразу начинают бежать, то, что они скорость больше, чем повозки. Так что нужно как-то задерживать, там, замедлять, либо пытаться разложить ауешками сразу вместе с повозками. Дальше идет геморройный, в принципе, представитель юнитов врага, это заклинатель, он колдун и шаман. Ну, это тот же лекарь, он лечит за 10 уровня 10 дней здоровья, 20, 30, каждые 3 секунды. Проблема стоит в том, что он лечит как себя, так и ряда находящихся, и у него скорость достаточно большая, то есть, если он будет идти в толпе, он будет эту толпу лечить, не позволяя вашим башням его полностью разложить. При этом, он может сам выйти с толпы, дальше, лекая себя, полностью пройти все ваши башни, если вы их не успеете разложить. Бывает, что так, именно, как раз таки лекарь проходит все башни и доходит до базы. Так что, лучше их в первую очередь начинать валить. Дальше у нас идут теневоды, это юниты, которые после получения урона сразу уходят в инвес на 6 секунд, то есть, ваши башни не могут их атаковать. Единственная башня, которая их палит спокойно, это детектор. У нее достаточно хорошая скорость атаки, но урон очень маленький, радиус абсурда тоже маленький. Для того, чтобы эффективно их убивать, нужно либо их замедлять, либо ставить более мощные башни рядом с детектором, чтобы они могли успеть разложить, пока эти инвизоры все доступны наяву. То есть, если они уйдут в инвиз, они просто пройдут дальше, и вы не сможете их разложить. Либо ставьте башни детектора, так, чтобы они светили достаточно на такие интересные закоулки, там, скажем. То есть, если это место, башня может светить два места, где могут пройти юниты. То есть, это будет эффективно. Плюс, лучше разваливать их сразу где-нибудь в углу, где они дольше времени проходят. То есть, уже повороты какие-то не ставить чисто напрямую, где-нибудь там краем цепляет эта башня, а именно где-то в углу, чтобы она могла палить, а вдоль этой угла ставить башни более сильные, которые, в принципе, могут разложить всех этих данных монстров. Дальше у нас идут призраки. Призраки у нас очень быстрые и на последнем уровне очень жирные. Но у нас есть башня такая, как Дракул. Она носит 200% урона призракам и имеет шанс занести двойной урон, то есть крит. Она очень эффективна против них. Также против них будет эффективна та же стандартная, самая, в принципе, любимая у всех башня молний. Также мортира. Но замедлить этих врагов нельзя, так как они имеют иммунитет к этому, к замедлению, оглушению. То есть приходится справляться на ходу. Быстрых винитов и достаточно жирных надо раскладывать очень быстро. Или, по крайней мере, хотя бы где-нибудь добивать их на подходе. Дальше идут рукокрылые. Это те же самые маленькие страшилы, только летающие. Они также выходят пачками, поэтому их нужно эффективно убивать именно на старте, потому что дальше будет проблемно, потому что чем они жирнее, тем дольше их убивать приходится. Их выходит по два за одну линию, но при этом их может быть вот в выходе одной волне по 10 и больше. То есть получается 20 этих штук выйдет подряд, а птицестрелы, скажем, которые он даже эффективно, если стреляет повоздушно, он не успевает всех их перестрелять и перекрывать. То есть получается нужно хотя бы иметь симметричные несколько птицестрелов, либо брать башни, которые могут стрелять по воздуху очень эффективно. Скажем, вот воздушный страж, он имеет 30% урона рядом летящему противнику. Или вот ядовит, который можно затравить, и если что, которые не успели быть добиты, они сами от яда сдохнут там где-нибудь. Ну, я обычно ставлю против них башню-молнии, она, в принципе, бьет на входе сразу же по всем, и тем, кто даже еще не успел выйти там где-то из прохода, они сразу умирают. Они тоже не особо живучи против вот такой башни, плюс у нее атака почти единицы скорость атаки между. Дальше еще один очень геморройный противник, это шмык. Этот шмык у нас из трех типов, синий шмык еще и мягшбок. Здоровье, как видите, не максимальное, но вот этот засранец очень может много нервов попортить. Вроде вылез и как бы пропал, как будто умер, а на самом деле он телепортируется вперед на три кнетки, когда атакован. Поэтому лучше его либо бить мощными башнями, которые сразу несут ему много дамага, и расставлять башни вдоль линии всей движения, потому что если вы сосредоточите в одном, он уж просто прыгает сразу же из зоны атаки башен и оказаться за ней, и вы не сможете ничего ему сделать. Плюс то, что он телепортируется, нужно его как-то отравить, что ли, поджигать. То есть отравливающие, поджигающие или прохлинающие башни достаточно эффективны против него, потому что они позволят ему, пока он идет где-нибудь там вдали, сдохнуть от яда или от того же огня. Плюс если он идет, и у вас есть возможность поставить мортиры, снайперские винтов, которые достаточно далеко стреляют, то есть можно его несколько раз цеплять и добивать. Снайперская башня в принципе убивает его сразу. То есть там не нужно геморроя, но надо, чтобы она выцепила его из толпы идущих. Это у нас были простые юниты, дальше пойдут объекты на карте, которые не появляются проходов остановлены, которые могут быть уничтожены вашими башнями для получения прайма. Вот эти тотемы просто стоят на карте, их разбиваете и получаете дополнительно плюс 12 прайма. Это источники дополнительного прайма, которые необходимы для строительства башни, апгрейды их, то есть их можно без проблем убивать. Даже можно не убивать если прайма достаточно и не трогать. А вот эти тотемы начинают убивать. Этот тотем может лечить раны окружающие чуди. То есть если монстры проходят рядом с этим тотемом, они восстанавливают здоровье. То есть этот тотем как и лекарь, но он не двигается, но он все равно лечит. То есть если у вас скажем отравлен монстр, то ему остается чуть-чуть умереть, этот тотем может его вылечить. Так что лучше их сносить или в зоне досягаемости какие-то турели, чтобы они их убивали сносили. Этот тотем призывает магический ветер, ускоряющие движения окружающие чуди на 100%. Это как раз таки ускоряющие. Такие же у вас на скорость атаки есть, которые можно поставить свои башни. И эти тотемы тоже нужно уничтожать в первую очередь, потому что они иначе ускорят ваших врагов, которые так могут быть быстрыми. То есть ваши турели просто не успеют их всех и расстрелять и все они пробегут мимо вас. Дальше тотем, который находится в зоне тотема чуть получает на 50% уровень меньше. Этот тоже тотема надо сносить, то что они защищают чуть не позволяют вам разложить быстро монстров ведущих на линии. Плюс еще отклонюсь немножко то, что три тотема типа лечения и все такое. У нас есть карты и у нас на карте появляются три усилителя наших башен, которые можем расположить. Один из них похож на силу ветра значок. Он обозначает, что увеличивает скорость атаки наших башен турелей. С помощью знак силы такого кулака это увеличивает урон башен. И вот такой печаль древних увеличивает радиус поражения наших башен. То есть если вы скажем артиру поставите она может просто одна всю карту укрыть. Скорость атаки если там и так башня урон башни маленький может наоборот. Можете вообще тоже снайперскую башню увеличить ее урон в разы просто поставив ее на тотем усиления. Дальше у нас идут уже боссы. Первый босс это живоглот. Он после смерти выпускает трех обычных зубастиков. Ну зубастики я думаю уже будут не проблем к этому моменту. Живоглот достаточно такой легкий босс проходится в принципе обычными башнями. Он по-моему выходит один на линию без кого-либо без поддержки. То есть его спокойненько можно разложить в принципе на старте даже стандартными башнями. Я по-моему никаких проблем с ним не имел. Дальше у нас есть кстати да у него 5 урона то есть он как бы практически как обычный моб только усиленный если даже вы не убьете его а у вас там еще будет запас жизни то игра будет пройден уровень а вот лешим уже проблемы он достаточно большое здоровье имеет очень поэтому у него урон 20 то есть получается все ваше здоровье и все окружающие его получают на вас меньше урон то есть если он идет сопровождение вам нужно разложить не только лешего но и всю кучу которая вокруг него будет собираться хоть он идет немедленно там можно проложить дорогу на карте заблокиров башнями и все остальное но он идет кроме того что туда до базы ему нужно собрать прайм и вернуться обратно вам все равно может не хватить разложить его начальными башнями даже проабреженными до третьего уровня эволюции и просто пятого уровня по крайней мере мне не хватало башнями со стрелами вот именно вот этих башен деревянная башня именно их не хватало даже вдоль расположить до третьего прокачать и полустые вот эти пятые мне не хватало его прибить приходилось использовать там ядовитые какие-то еще башни каменные башни там у меня появлялась то есть какое-то время я сидел просто фармил на дополнительных миссиях чтобы проапгрейдить мои башни усилить и чтобы не хватило дамага разнести этого лешего дальше идет бронерог регионирует здоровье каждую секунду вот это тоже очень большой геморрой он имеет большую защиту скорость у него маленькая тоже как у предыдущего босса у него здоровья много он плюс его еще регенит плюс еще идут монстры и карта достаточно длинная там вы получите булыжник который может завалить дорогу но при этом нужно как-то и отбивать монстров которые изначали и валить этого бронерога то есть не нужно сосредотачиваться прямо на входе его там все кидать весь дамаг потому что он все равно его может не хватить во большей части не хватает нужно раскидывать чтобы постепенно наносили и при этом если у вас есть скажем такая башня башня солнца она достаточно эффективно этого босса убивает если она достаточно хорошо прокачана к тому моменту успеете получить и качнуть хотя бы то она в принципе хорошо выжгет бронерога потому что она носит каждый раз все больше и больше урона если она эволюционированная прокачанная она достаточно хорошо бьет по одной цели при этом там есть карте поворот который достаточно долго захватывать может эта башня и она может его сжечь и сжечь замельте его по-моему нельзя но нужно короче бросить на него весь свой дамаг потому что если он дойдет сразу все проигрыш дальше следующий босс у нас идет это тень отца гарольда это призрак само собой не может быть оглушен замедлен поэтому нужно сразу дамага много на него вложить чтобы его завалить плюс он двигается быстро на карте по-моему он достаточно длинный так что нужно вдоль карты располагать чтобы постоянно его дамажить эффективно против будет также травление травить его также дырокол что там называется да дырокол он нафиг не надо будет его валить но тоже может поплатить или можно постараться в первый раз завалить дальше урт шасс я точно не помню этого босса но он по-моему не особо вообще тоже сложный он просто толстый и достаточно медленный тоже идет ее в принципе достаточно легко можно разложить дальше королева цветок я скажу честно это самый слабый босс который только можно себе найти дело в том что этот босс не идет по карте он стоит тупо на месте и производит войска из себя то есть из него выходят войска и идут вам достаточно просто произвести простую мультипуляцию скажем есть у вас те же башни молнии либо какие-то достаточно хорошие сильные ауе башни то вам нужно поставить прямо рядом с ним эти башни чтобы они убивали все что выходит из этого цветка и плюс убивать именно будет и цветок то есть ауешь например башни молнии вот эти они если будут установлен прямо у цветка они будут неслабо дамажить и цветок и будут всех убивать кто из него входит то есть не давать ему двигаться никаких войскам и при этом разнесут этот цветок то есть он несложный то есть нужно следить чтобы войска не вышли из него и плюс ауешка ему будет задевать данный цветок дальше следующий аспид это дракоша это не особо сложный по моему босс там на карте есть такая особенность там карта практически вся свободна то есть ходов там может быть идти враг как угодно просто во время движения нужно поставить башни так чтобы они как бы шли по линии и при этом расставлять камни булыжники чтобы переграждать путь движения дракона то есть когда дракон идет скажем в это направление вы прикрываете он разворачивается идет назад и получает дальше урон от тех же самых башен он идет себе по другому пути вы опять закрываете ему этот путь и он дальше идет опять получаете урон через те же самые башни то есть проложить путь так чтобы ему приходилось разочаться через ваши башни и проблем с убийством его не будет убил его с первого раза последний босс у меня не открыт но судя по тому по сюжету что вот этим боссом будет урднак пока я с ним не сталкивался но по-видимому он будет достаточно сильный и ширный тоже так что в этом я пока вам помочь не могу то есть из врагов пока не открыт последний босс но судя потому что он в игре погоняется за нашими героями он будет у нас финальным то есть мы будем с ним сражаться возможно он будет идти как бы на арене сразу может быть он будет стоять ждать потом пойдет по линии я не знаю я точно не смотрел даже другие видео не искал в интернете то есть в этом я ничего сказать не могу то что я прошу то я могу рассказать сюжет как видите у меня почти все пройдено вот выгодная сделка последняя вот последний у меня остался там на карте карта у меня пройдена вся на 3 звезды кроме последней миссии я еще не прошел ее как видите все в принципе после прокачки башен которые есть у меня вот таком положении в принципе можно пройти всю игру я прошел по сути дела используя деревянную башню по максимуму прокачан детектор чтобы невидимик валить просто эволюционированные башни все первого уровня дальше дальше там были у меня садные башни ядовитые птицы стрел я просто эволюционирование качал достаточно его и сейчас убивать остальные башни тоже не качал вот у меня была прокачана полностью каменная башня у нее достаточно большой урон получается полторы ну 1600 при такой скорости атаки даже по воздушным достаточно эффективно мне вот мортира очень сильно помогала у нее урон 7000 по площади это получается очень эффективно против горы мусора там который идет туда потом как я получил башню молния сразу же эволюционировал потом уровень поднял и в итоге у нее вот получился урон 2800 за залп плюс учитывая скорость почти единицу то есть она окажет секунду такой-то и плюс пятерых она точно валит сейчас стал качать башню солнца то есть урон уже 1600 плюс еще 25% в 6 раз и там дальше то есть очень эффективно замораживающее я использовал только иногда вот снайперку решил прокачать чтобы посмотреть ее максимальный урон то есть у нее уже чудовищный урон такой скорости атаки то есть в принципе все дерьмо она вышибает сразу из-за одного моба любого а пуссов 2-3 выстрела и нету босса то есть если вы потом захотите поиздеваться можете того же парнирога завалить со снайперки просто выставив ее где-нибудь там вдаль она достаточно умельно перезаряжается но все равно успеет 2-3 выстрела сделать спокойненько пока он будет преодолевать поворот вызов магмы метеор и шаровая молния пока остальные не качал просто мне метеор нравится тем что он отбрасывать имеет возможности плюс урон достаточно большой магма она замедляет и поджигает то есть урон достаточно хорош тоже у нее остальные в принципе не особо сначала использовал мин ловушку там прайм-бомбу не особо мин ловушки можно ставить по откату просто можно весь проход тупо ими завалить если два монстра не доходят если доходят они будут получать урон ну в принципе поиграть в игру интересно то есть можно подумать о стратегиях различных там как пройти на 3 звезды тоже самое можно даже то что в игре есть достижение очень интересно то достижение есть как просто скажем настроить короличество башни какое-то общее 29 34 и по уровню есть также то есть когда вы начинаете уровень у вас есть достижение скажем вот два достижения спровоцировать вам три раза в течение боя и выиграть используя не более одной ядовитой башни то есть дополнительно за них дают монеты во время игры то есть их тоже есть резон даже если вы прошли миссию сразу то есть вы уже поняли как куда два эска двигаются вы можете взять скажем использовать магию пять раз то есть вы не использовали можете перепройти миссию использовать именно пять раз магию а вот можете сразу все достижения уполнится они засчитываются и по одному и все вместе то есть в принципе игра вот вся карта здесь получается последняя миссия может быть финальный босс может быть вот тут и будет он если вам не хватает каких-то денег там карт вы можете фармить эти точки если вы уверены в своих силах можете взять такие три этапа дофига получите и опыта и денег и все остального то есть каждые 25 волн там сколько вы будете получать награду и если вы не прошли до конца 8 получите скажем первую 25 уровень награду ли там 50 уровень награды то есть это достаточно после насколько знали список пройти полностью бесконечный режим дальше игре там дальше уровень сложности более высокий это можно посмотреть в списке достижения списке лидеров вот друзья как видите огромное значение знаю люди либо 4 от либо сидят за дроти чтоб такие значения получать соревноваться по картам как видите вот выбирайте карту и начинайте сколько очки соревноваться друзьями из героические уровень сложность обычный героический так что на обычном если пройдете то можно уже пройти на героическом более сложном уровне ну на этом я думаю все всем спасибо ставим лайки подписываемся ждем дальнейшее продолжение видео всем удачи